А если ты взял это на бегемота, он в болоте, он совершенно не собирается из него выходить. Ты, значит, этот вот на себя веревку и тачишь его из болота. Зачем? Кто, читая в детстве эту сказку, задумался, это нормально в бегемоту быть в болоте? Зачем вы на него напали? Что вы от него хотите сделать? И иногда мы вот прямо хотим спасти кого-нибудь, кто там, этот бессильный, тоже потащить его куда-нибудь. А он и не собирается. Ему хорошо там, где он находится. И мы думаем, ну вот мы сильные. Да, мы сейчас, вот. Ну хотите вы помочь, ну принесите бегемоту там морковочки там. Это будет ему помощь в болоте прекрасно с морковкой. Там капусточки там, я не знаю, что жрут бегемоты. Вот, ну что-нибудь можете принести. Но тащите, понимаете? Это из человека, из среды, в которой ему комфортно, в которой ему понятно, в которой у него все, как бы, сказать, вот так организовано. Принесите эту морковочку, он поест, у него в болоте будет говорить. И все, у него жизнь наладится, так сказать. Если кто-то начнет вот вами манипулировать, вы сильны, а кто-то просек и начал манипулировать. У вас нету отношений с этим человеком. Это иллюзия. Вы просто какой-то предмет в его пространстве, которым он пытается пользоваться. Но если вы сильный, вас это, а, не травмирует, б, вы вольны принимать любые лишения. Спасибо.